Итак, друзья, вы достигли целевого веса и задались вопросом, как же его теперь удержать? А, собственно, ничего не меняется. Выходите на калорийность поддержания. Правило тарелки как было, так и остается. В рационе должно быть достаточное количество белка, должны быть овощи и фрукты. Научитесь завтракать. Те, кто плотно ест по утрам, как правило, не переедают в течение дня. Ешьте регулярно. Чтобы не переедать и обойтись без тяги к сладкому, нужно быть сытым в течение всего дня. Качественный сон. Хороший сон – основа здорового метаболизма, а также физиологического и психического здоровья. Живите активно. Речь даже не о том, чтобы постоянно заниматься фитнесом и тренироваться. Хотя это неплохо, но гораздо важнее быть физически активным в повседневной жизни. Окружайте себя единомышленниками. Не оставайтесь одни. Будьте с теми, кто с вами на одной волне. Они помогают держаться выбранного пути и не сворачивать туда, откуда вы с таким трудом выбрались. Контролируйте КБЖУ и свои физические параметры. Все сказанное подтверждается исследованиями. Очередное исследование из журнала «Натур Метаболизм» подтверждает, что рацион с приоритетом белковых продуктов дает больше шансов удержать вес и сохранить отличную физическую форму. Самой частой причиной возвращения веса после похудения становится неправильный подход. Рацион начинает заполняться преимущественно углеводистой пищей, а белку и нагрузкам никакого внимания не уделяется. Что по БЖУ? Здесь та же ситуация, что и с похудением. Нет единого соотношения БЖУ, подходящего для всего человечества в целом. Все это индивидуально. Формула БЖУ должна постоянно корректироваться в зависимости от возраста, состояния, здоровья и запросов человека, а также его активности. Единственное неизмененное требование в рационе обязательно должны присутствовать все три компонента. Белки, жиры и углеводы. Отказ от одного из них чреват нашим здоровьем. Если опираются на методические рекомендации, нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации, в сбалансированном здоровом рационе БЖУ, доля белкова должна обеспечивать от 10 до 15 процентов его калорийности, жиров от 15 до 30 процентов, углеводов от 55 до 70 процентов. В общем, не нужно демонизировать продукты питания. Мы едим все и понемножку, так как во всех продуктах содержится разный состав витаминов и аминокислот. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на мой канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok